В Самарской области из-за сильного ветра 20 частных домов остались без электричества. Инцидент произошел вечером в четверг 14 сентября в поселке Булак Красноярского района. Ветер повредил кровли трех частных жилых домов. Еще 20 домов остались без электричества. В них проживают 65 человек, включая 10 детей, сообщает МЧС. Об ухудшении погоды чрезвычайное ведомство предупреждало заранее. Кратковременно дождь и гроза ожидаются и в пятницу. Суд не стал отзывать лицензию самарской компании, автобус которой сгорел в Татарстане. Перевозчик Евразийской корпорации автовокзалов был оштрафован на 200 тысяч рублей по результатам проверки, проведенной региональным Ространснадзором. Эксперты нашли несколько нарушений, в автобусах были неисправны. Ремни безопасности, световые сигналы, нашлись трещины на лобовых стеклах. Напомним, поводом для проверки послужило резонансное ДТП. В ночь на 2 июля в Татарстане столкнулись КАМАЗ и пассажирский автобус Неоплан. Последний опрокинулся на проезжей части и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе дети. Среди погибших оказались 6 жителей Самарской области. Контрафактного Тома и Джерри задержала Самарская таможня. В регион пытались везти поддельные детские товары. Их везли на машине из республики Кыргызстан. Общее количество детских товаров с признаками контрафактности, которые теперь не попадут на внутренний рынок страны, составило 550 единиц, сообщает пресс-служба Самарской таможни. В Самаре разыскивают цыганку, которая, разглядев на местной жительнице сильную порчу, выманила у нее более миллиона рублей. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Аферу лжецелительница провернула возле дома номер 17 на улице Зойка с Мадемьянской. Она подошла к местной жительнице, достала яйцо, которое почернело на глазах. Это означало, что над семьей женщины нависло страшное проклятие. Доверчивая самарчанка принесла из дома 700 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 500 тысяч. Взамен на это цыганка сняла проклятие, а затем скрылась с чужим миллионом в неизвестном направлении. Как отмечают в полиции, обманутая женщина утверждает, что была под воздействием гипноза. По факту мошеннических действий ведется оперативно-розыскная деятельность. На дверях самарских заведений повесят таблички, запрещающие вход детям. Соответствующие поправки в областной закон рассмотрели депутаты губернской думы. Отметим, предупреждающие надписи и таблички предприниматели должны были размещать и раньше, однако закон обязывал юрлиц и индивидуальных предпринимателей делать это по месту ведения своей деятельности, что зачастую толковалось по-разному. Так, некоторые предприниматели вешали таблички не по фактическому, а по юридическому адресу. В связи с этим было предложено ввести в закон уточнение, согласно которому бизнесмены будут обязаны размещать предупредительные надписи при входе именно на используемые территории и помещения.